Как справиться с постоянным стрессом на работе? Человек, находящийся под давлением и воздействием негативных эмоций на рабочем месте, не может трудиться эффективно. Давайте узнаем, как справиться с постоянным стрессом на работе. Признайте проблему. Этот нехитрый совет поможет понять, насколько сильно вы истощены морально. Многие люди устроены так, что предпочитают не замечать проблем с нервной системой и здоровьем. Психологи рекомендуют записать, что вызывает у вас негативные эмоции на работе и действовать, отталкиваясь от причины. Делайте перерывы. Небольшая пауза помогает расслабиться и восстановить силы. Несколько раз в день устраивайте 5 минутки, время которых будете переключаться на нечто, не связанное с текущей деятельностью. Сделайте глазную гимнастику, насладитесь чашкой травяного чая, наведите порядок на столе. Слушайте музыку. Знаете ли вы, что классическая музыка обладает целебным свойством нивелировать напряжение? Также она нормализует давление и снижает уровень гормона стресса, кортизола. Как только чувствуете, что сейчас закипите, включите мелодию Бетховена и Шопена и растворитесь на пару минут в музыке. Делегируйте задания другим. Не старайтесь контролировать все. Наверняка среди ваших подчиненных есть те, кто с удовольствием возьмет на себя чуть больше ответственности. Не стесняйтесь раздавать поручения, если ваша должность это предполагает, или просить помощи у коллег. Учитесь доверять людям. Приходите на работу заранее. Появляйтесь на рабочем месте за 15-20 минут до начала трудового дня. За это время можно выпить чашку кофе, проветрить помещение и настроиться на деятельность. Данный задел позволит собраться с мыслями и плавно войти в трудовой день. Возможно, придется пересмотреть режим и просыпаться чуть раньше. Приходя на работу вовремя или чуть опаздывая, вы создаете дополнительную стрессовую ситуацию. Учитесь расставлять приоритеты. Не бывает исключительно срочных и важных дел. В первую очередь выполняйте важные и срочные задания, во вторую важные, но менее срочные. После можно заняться текучкой и рутиной. Оставшееся время оставьте на незначительные дела, а если его не хватает, поручите их коллегам или отложите в дальний ящик. Когда-нибудь вы к ним вернетесь. Пройдите курсы тайм-менеджмента. Если вам кажется, что вы ничего не успеваете или постоянно задерживаетесь на работе, подумайте, правильно ли вы организуете рабочий день. Почитайте популярную литературу по тайм-менеджменту. В этих книгах психологи и успешные руководители делятся советами, как организовать пространство вокруг себя и распределить время, чтобы работать эффективно. Организуйте пространство по системе 5С, японская система организации рабочего места доказала свою эффективность. Считается, что на работе мы тратим около 10% времени, чтобы найти необходимый предмет. В результате мы не успеваем выполнить какую-то задачу или нервничаем, производя вокруг еще больше хаоса. Метод включает в себя пять шагов, сортировка и удаление, избавьтесь от сувениров на столе, старых документов, отсортируйте папки на компьютере по понятной системе, удалите ненужные файлы, соблюдение порядка, промаркируйте бумаги, оставьте по одному предмету канцелярии на столе, соблюдение чистоты, содержите рабочее место в порядке, регулярно вытирайте пыль, удаляйте крошки от еды, стандартизация процессов, поддерживайте порядок, постоянно контролируя выполнение предыдущих трех шагов, совершенствование, подумайте, как можно улучшить пространство, чтобы вам было комфортно работать. Не пренебрегайте сном, только полноценно выспавшийся сотрудник работает эффективно. Если вы уже обнаружили проблему со сном вследствие постоянных психоэмоциональных нагрузок на работе, обратитесь к врачу или подумайте, как изменить режим дня, чтобы спать не менее шести часов в сутки. Не пользуйтесь гаджетами в кровати, не смотрите телевизор, принимайте перед сном расслабляющую ванну или душ, пейте травяной чай. Ложитесь спать в одно и то же время. Полноценно питайтесь, не пропускайте приемы пищи, вне зависимости от того, физическим или умственным трудом вы заняты. Еда нужна нервной системе для того, чтобы восстановиться и получить достаточное количество минералов и витаминов, поддерживающих ее работу в здоровом состоянии. Ваш обед должен быть полноценным, а перекус легким и питательным. Пейте больше чистой воды, ешьте сезонные свежие фрукты и овощи, держите в ящике стола орешки. Не питайтесь быстрыми углеводами и фастфудом. Кажется, что они помогают пережить неприятные моменты, но в действительности лишь вредят здоровью и вызывают зависимость от дурной пищи и ожирения. Не забывайте о семье и друзьях. Самый эффективный метод – избавиться от постоянного стресса на работе, оставить его в стенах офиса или предприятия. Не тащите проблемы в семью. По окончании рабочего дня вы – семьянин, друг, родитель или спортсмен. Ни одна работа не стоит того, чтобы пренебрегать семьей и друзьями, это самое важное, что дарит нам жизнь. Если у вас не хватает времени на родных или хобби, вы не будете счастливы, даже если станете следовать всем вышеперечисленным советам. Пересмотрите приоритеты. Подумайте, почему профессиональная деятельность перестала приносить вам удовлетворение. Возможно, у вас нет причин задерживаться на данном месте и следует искать что-то новое. Не бойтесь выйти из зоны комфорта, если текущая позиция вас напрягает. Вдруг пришло время попросить прибавки к заработной плате, особенно если вы ее достойны, или разослать резюме другим работодателям. Не боритесь со стрессом, а правильно организовывайте рабочий день и расставляйте приоритеты. Профессиональная деятельность, насколько бы она важна ни была, не должна заменять семью и отдых с друзьями. Мы надеемся, что вы поняли, как снизить уровень эмоционального напряжения, связанного с профессиональной сферой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok